Всем привет! Я Ксения и это канал Мультилингва Блог, в котором я рассказываю про разные языки. Я эти разные языки учу сама и преподаю. И это видео будет о том, как раз, как я эти языки преподаю. Я преподаю на данный момент 4 языка. Английский, испанский, французский и португальский. И последние пару недель я пытаюсь изобрести велосипед. Очень усиленно пытаюсь. Что-то именно в этом году, хотя я уже не первый год пытаюсь изобрести велосипед. Нет, не первый год уже преподаю я 4 языка. Но почему-то именно в этом году я поймала себя на мысли, что мне очень недостает списка слов на русском языке по темам. По темам разным, лексическим. Потому что по факту с учениками я же прохожу одни и те же темы всегда. Да, ученики у меня разных уровней, но темы-то одни и те же. И уровни-то тоже, в принципе, одни и те же. С какого бы момента мы ни начинали, да, кто-то ко мне приходит с самого-самого начала, кто-то приходит в какой-то момент, с уровня B1 иногда, но всё равно, неважно, темы-то одни и те же. Это касается в основном португальского языка. Потому что именно по португальскому языку большая проблема с материалами. Вот тема кино возникла у нас со студентом. И только что я эту тему проходила с другим учеником по-испански. И вот по-испански у меня есть эта тема в нескольких даже книгах. Но то, что она у меня есть по-испански, совсем не значит, что я могу взять вот эту книгу по-испански, да, и применить все эти упражнения с португальским. Да, это же так не работает. Это мне надо или как-то перевести, или... Ну, я же не могу все упражнения перевести. И, в общем, это всё сложно. Это надо мне всё делать самой. И я подумала, боже, ну почему у меня до сих пор... Я же не первый год всё это делаю. Почему у меня до сих пор нет просто списка слов по-русски, по темам, чтобы я могла взять этот список и выдать. И сказать, вот, выучи и переводи. С русского на португальский, потом с португальского... Или, точнее, когда... С португальского на русский, потом с русского на португальский. Потому что сначала ты учишь, что уматор – это актёр, а потом ты уже начинаешь с этим словом составлять предложения. И я начала заниматься... Ну, созданием, не созданием, собиранием вот таких списков. Конечно, их миллион. Конечно. И на всех языках, и по всем темам. Ну вот, давайте посмотрим вот профессии. У меня как раз сейчас есть девочка, которая начала изучать португальский. И вот для неё мне нужен вот такой список по теме профессии. Ох, профессии! Я с ними просто голову сломала. Я взяла вот, например, вот такую книгу. Vocabulario temático. Взяла ту, которая у меня была. Я пару лет назад купила. Это, значит, португальская книга. Здесь пять языков, что, собственно, как раз то, что мне надо. Да? Могла бы вообще каждый день такой книгой пользоваться. Ровно то, что мне надо. Разве что русского здесь нет. И решила посмотреть, вот что здесь про профессии говорится. Я столкнулась с тем, что вообще вот составление такого подобного списка, потому что в чём задача-то? Задача в том, чтобы составить идеальный список. Такой список, который подойдёт всем моим ученикам, потенциальным. И русским, и даже и не русским, потому что у меня, например, сейчас есть англичанин, который учит со мной португальский язык. У меня есть девочка 14-летняя, которая учит со мной португальский. А вот англичанин, например, ему за 60. То есть это люди, но они совсем разные. И у них совсем разные цели, зачем они учат. И они будут совсем по-разному использовать этот португальский язык. И вот какие слова нужно включить в этот список. Особенно список для уровня начального, он не может включать 200 слов, потому что на начальном уровне много что надо бы учить. Это уже на уровне B2, там уже начинаются подробности. А уж на уровне C1 и C2, когда уже много что, большинство уже больше, вот тогда можно всякий груист и всё что угодно добавлять. А на уровне А1 и А2 нужно дать что-то такое, что прямо вот, прямо очень нужно. Но тогда встаёт вопрос, а что очень нужно? И вот получается, что каждому конкретному человеку нужно своё. И вот невозможно составить список, который бы удовлетворял потребностям большого количества людей. Ну и, наверное, это и объясняет, что, вот, например, вот в этой вот книжке четвёртое или там пятое слово – это архивиста. Ну, работник архива. Слово, которое я, например, не включила бы никогда вообще в свой список. Архивист. Ну зачем тебе вообще знать? Архивист. Почему ещё, вот, я думала дальше, почему ещё сложно составить, да, такой вот идеальный список? Вот я уже назвала возраст разным, то есть, например, в список для своей ученицы девочки. Если бы я составляла список, да, для учебника, для школьного возраста, я бы включила одни профессии, а для взрослой публики я бы, например, включила другие профессии. Ну, наверное, это вполне очевидно. Потом, такой параметр, как живёте вы в стране или не живёте. Вот, например, ни в одном из списков я не видела слово «курьер». Но, вот, когда ты живёшь в стране, курьер, который приносит тебе пиццу, например, домой, или курьер, который доставляет тебе посылки из Амазона, или курьер, ну, который ещё что угодно там тебе доставляет, это вообще-то человек, которого ты видишь довольно часто. Ну, не какой-то конкретный курьер. Но, вообще, ни в одном списке профессий я никогда не видела курьеров. И только благодаря тому, что я в каждом языке поискала, когда-то сама в словаре, как он называется, я знаю, как они называются. А так я никогда не видела. Вот как-то составители учебников обычно никогда не удосуживаются вот написать, как курьеры называются. Хотя, мне кажется, это важно. Если вы живёте в стране. Если вы не живёте, ну, то это, честно говоря, вообще не важно, как курьер называется. Вы никогда с этим не столкнётесь. Но вот когда вы живёте, это важно. И есть другие профессии здесь всякие. Ну, не здесь конкретно, а вот когда вы в стране. Какие-то вот, что-то связанное с услугами, что-то связанное с жизнью именно. Но когда вы не живёте, да можно это и не знать. Ещё слова, которые можно включить в список, которые, возможно, они не очень нужны, но их можно включить в список для уровня А1. Это слова, которые похожи на слова в родном языке. Типа, например, слово «фотографу». Потому что людям будет легко запомнить, и это пополнит их словарный запас. В общем, если вам интересно, какой список я в итоге составила после всех своих мучений, обязательно пройдите по ссылке в описании и оставьте свои комментарии и предложения. Я буду очень благодарна. И давайте улучшим мой список и составим такой идеальный список профессий для уровня А1-А2. Большое спасибо, что смотрели. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. А я с вами прощаюсь. И в следующем видео я расскажу про уровни. Откуда взялась эта система уровней А1-А2-Б1-Б2-Ц1-Ц2 и что нужно на каждом уровне знать. Так что обязательно подпишитесь, чтобы получить уведомления об этом новом видео. А на сегодня это все. Чао-чао! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...